Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата Левовод. У нас десятое занятие. Мы переходим к первой главе, называется Шара-Ихуд, без русского перевода. Но прежде чем мы его начнем, два слова, о чем мы говорили в прошлый раз. Тема была философия. Что философии делать у нас в Торе? Это был поставлен вопрос. Кто прослушал это, я надеюсь, от начала до конца, в ретроспективе всех событий, которые происходили в еврейском народе, понимает о том, что обращение к философии, оно было временное. Был период, когда в еврейском народе было послано еврейскому народу большое испытание. Когда был период, когда внутренняя часть Тора, она не была известна. То, что сейчас мы называем кобыла. Она была известна только единицам. И она не передавалась в массовом порядке, как это происходит сейчас. Поэтому в поиске этого внутреннего содержания и в поиске обсуждения самых существенных вопросов мировоззрения еврейского, обратились к философии. И мнения мудрецов разделились по этому поводу. Есть, которые считают, что это была изначально часть Торы, из которой это не считают. Так или иначе, в наше время не принято обращаться к философии. То есть, что значит философия? Не имеется в виду философия древних греков и не философия кого-то из известных философов сейчас. Каждая из них, она не ведет к общему пониманию мира. Тем более, к истинному пониманию мира. А имеется в виду, как средство изучения этого мира. То есть, хакера называется. Хакера – это исследование, логическое исследование разума. Обращаемся мы к нему или нет? Естественно, что мы обращаемся. Естественно, в ни всяком сомнении мы обращаемся. Только у нас слово философия, она имеет не очень такой хороший оттенок. Почему? Потому что философ начинает свои умозаключения, приходит к умозаключениям с своих позиций, с своего понимания этого мира, со своего разума. В отличие от этого, еврейское мировоззрение, оно все изначально строится на Торе. И только после этого, на основе Торе, мы делаем эти заключения, чтобы прийти к каким-то выводам. Поэтому, чтобы не путаться, вы не увидите в наших источниках, кроме, знаете, академии, которые, не дай бог, чтобы что-то не исключить из академических терминов, у нас не принято слово еврейская философия, у нас принято еврейское мировоззрение. Как было сказано, обращения именно к этому пути понимания у мира в последнее время, у мудрецов последних поколений нету, и они даже в каком-то смысле запрещают заниматься этим. Но, как мы говорили, для нас путь, он чуть-чуть другой, наоборот, так как мы не получили по традиции знания от предыдущих поколений, и светский человек порой действительно с открытым ртом смотрит и не понимает, где он и что он, ему, наоборот, нужно выяснить и прояснить причину появления этого мира, откуда он и что он, то обращение именно к этой форме, оно да, приемлемо, да, приемлемо. Дальше мы поймем, что именно обращение к самому центральному, к пониманию, что есть Творец в этом мире, он изначально должен идти для нас через разум. А для тех, кто получил традицию, через традицию, ему не надо обращаться к разуму. Разум только должен подкреплять то, что традиция ему говорит. Должен проверять это. Не надо закрытыми глазами проверять. Но изначально мы основываемся на Торе. Для нас же, есть люди, которые говорят, что такое Тора, я не знаю, для меня это не авторитет. Но не авторитет, давайте обратитесь к вашему разуму. Рабейн Вахаев в своей книге «Хвата ливовод», мы уже обсуждали несколько раз. Начало всему, естественно, это обращение к основе основ. Поэтому, если кто помнит, он выстраивает порядок, познание всего, что требуется от человека, именно с разума. Разум. После этого он поставил Тору на втором месте. Потому что сейчас он начнёт именно с разума. Тора, она появляется, может быть, только как средство педагогическое, которое пробудит человека к пониманию мира. Познай, узнай, написано. Познай сегодня, верни в своё сердце обязанность. Познай, познай. Теперь, когда он познаёт, человек говорит, а секундочку, у меня нету традиции. Ну, хорошо, обратись к разуму. К разуму. Это то, что делает Рабин Абхахаев. Он обращается к разуму читателя, обращается к исследованию, к философскому исследованию, что есть реальность, откуда она появляется. Другими словами, он ищет первопричину появления этого мира. Перед нами очень непростая задача. Она, скажем так, непонятна, даже если она выполнимая. Во-первых, как мы говорили, эту главу её не учат. Хвата льва, вот у нас пользуется большой-большой популярностью, но её не учат. Почему мы её учим? По дороге сюда и до лунжа. Почему я ввязался в это дело? Нету перевода на русский язык. Я не знаю, как это перевести. Это не так просто понять и на оригинале. Кроме того, что этот оригинал, то есть он не написан, это не оригинал оригинала. Было написано на арабском, перевели на еврей. Теперь мы должны это перевести, что называется, тут же на русский язык, и чтобы вы ещё поняли, и чтобы вы не заснули. Это надо, тоже как-то надо преуспеть. Что же вообще ввязались в эту историю? Я вам скажу почему. В принципе, можно было, как и все, продолжить, перескочить на вторую главу. Ну что, как часто бывает в встречах с людьми, вопрос о существовании Творца – это вопрос самый существенный, самый центральный. Человек хочет выяснить. Очень легитимно. Правильно? Справильно спрашивает. Докажите, покажите, объясните. Как только доходит. Ну, смотрите, тут сложно, знаете, это тут не совсем-всем понятно. Давайте поговорим о чем-то другом. У человека возникает какое ощущение. А-а-а, так вы что-то прячете. А-а-а, так вы не хотите нам говорить. А-а-а, так вы не знаете. Единственное. Поэтому так, как, что называется, с нашим братом знаем, с кем имеем дело. И если мы будем все учить и так говорить, да, вот смотрите, да, а потом скажем, смотри, ну, это тут сложно, сложно, перевода нет, давайте начнем со второй главы. Естественно, он скажет о том, что да, значит, вы там не… То ли не понимаете, что там написано, то ли то, что там написано, там не надо говорить, не надо раскрывать ваши стихи. Ну, чтобы исключить эти все сомнения, давайте мы сейчас попробуем, с Божьей помощью, действительно, только с ней начать разбор. И сразу я вас предупреждаю, извиняюсь перед всеми, но что получится, то получится. Как и говорит нам сам Рабейдам Хая, когда, помните, в начале книги, он пишет, что я могу сказать. То есть, если все как положено, то только-только пророки должны говорить. Но так, как приходится говорить, ну, то, что в моих силах, и как… Именно по этой причине, потому что ее, во-первых, мудрецы последних поколений не рекомендуют ее изучать, и нет базы для чего, нет основы для чего, нет для чего ее изучать. У нас другой источник, у нас другой источник. Наш источник – Тора. Мы никогда не сбились с передачей цепочки этой информации, хранения этой информации от Синайского откровения до наших дней. Поэтому она является для нас основой всего, и нам не требуется всего это. Теперь для тех, которые не получили этой информации. Мы доверяем отцу, который доверяет своему отцу и так дальше, до всей цепочки. А если у нас не было в два поколения, одно, даже три, не было передачи, он говорит, я не знаю, человек светский, вообще не понимаю вообще все это, что-то новое для меня, в первый раз вижу, ну, у вас разум есть, есть, ну, давайте обратитесь к нему. То есть вопрос, который он ставится, он очень простой человек, предположим, что он вырос в какой-то глухом месте, неважно в каком. И там его хорошо обучили, дали образование, но только никогда не говорили ни о Боге, и не говорили ни об эволюции, ни о том и другом. Скажите, на каком-то этапе своей жизни, явно не в 20 лет, может быть, даже и не в 30, на каком-то этапе жизни он не оглянется вокруг себя, и не скажет, и не спросит себя, секундочку, что тут происходит, откуда все это появилось? Откуда весь этот невероятный мир? Человек, я, мои мысли, откуда все это? Вот этот вопрос, который любой человек должен спросить, это вопрос всех вопросов, это вопрос о том, мы являемся творением, или мы истинки, как сейчас принято говорить, случайным образом, и природа самоорганизовалась, много раз говорили об этом, мы и будем говорить, молекулы долго бились друг от друга, помните, бились, 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 пока в люди не выбились, видите, сижу и говорю. Но давайте пока оставим это, об этом тоже будем говорить. Будем сейчас обратимся непосредственно к нашим книгам. На этом занятии мы попробуем только быть, что называется, близки к тексту. Постараемся понять, что говорит Арбейн-Абхай. В следующем занятии, надеюсь, что мы эту тему, ту же самую тему расширить, может быть, на другой основе, посмотрим это чуть ли по другим углам. Говорит нам… Теперь, может быть, еще как одно слово вступления. Я надеюсь, скоро, мы очень быстро все поймем о том, что действительно не стоит было это переводить. Вы сейчас очень быстро поймете это. После первых нескольких таких маленьких видений, когда начнется, то все будет построено на логических рассуждениях. Есть такая теория логических выводов, вселогизма. Кто в этом находился, кто это изучал, ему легче это понять. Кто первый раз этим встречается, он не поймет, как из одного выводится другое. Есть логика рассуждений, которая должна обязать нас принять этот вывод, а не иной. И эта логика построена, она известна на всяких разных правилах, как из одной посылки вводится вывод, из двух посылок вывод, из трех посылок вывод. Есть много, о чем даже не тут места говорить об этом. Это не наша тема. Итак, давайте обратимся к содержанию. В начале, в маленьком видении, автор у нас раскрывает порядок, в котором он будет все излагать. И, естественно, что он говорит, что первым делом он будет говорить о творце, шабора немца, то есть о существовании творца. К нему как он подойдет, и разбил это на части, о том, что начнется с понимания, что есть обязанность произношения о единстве творца, и как к нему к этому относятся, и так далее. Пока он не придет непосредственно к теме существования творца, сделает ему несколько видений, на основе этого сделает вывод о его существовании. Первая глава, основа она очень короткая, она как некое видение, где он только объясняет о том, что есть у нас обязанность у каждого еврея, мы произносим два раза, в принципе, даже три раза в день, шма Исраэль, ашем элокейну, ашем эхад. Что это такое? Это, в принципе, прокламация того, что есть творец в этом мире, и это творец един. Теперь это единство называется ихуд, то есть это мы как бы проглашаем о его единстве. Теперь есть ту тонкость, которую ее называют ихуд, я не знаю, как это перевести, объясняет ее так, что когда суть этой митцвы, то есть как бы соединить, соединить, что соединяет, чтобы сердце, то есть намерение, с которым мы произносим, и то, что мы произносим, оно было цельным, одно соответствовало другому, и это будет лаяхед, это будет как бы то единство, та законченная цель, к которой мы стремимся в произношении этого шма Исраэль. Это к этому мы будем стремиться. Ирон говорит, смотрите, тут есть у нас, уже переходим, сразу перескакиваем на вторую главу, есть у нас в этом митцве, есть разные уровни людей, которые по-разному это могут и способны это осуществить. Их четыре уровня, называют, давайте им перечислим. И говорит, а первый уровень, это самый начальный, что называется, что делают этот Ихуд, это единство Творца, они выражают в Белашон, только в словах. в словесном. Когда мы говорим о Шеме, о Лукей, о Шеме, о Хан, это как мы, ну, по-русски, как он говорит, Бог един. Что я сказал? Слово един. Что я сделал? Я произнес это. А что внутри? А при чем тут это? Спросят люди. Так вот он говорит, он говорит, что это, это только удел детей и не совсем разумных людей, даже не будем называть по-русски. Это люди не совсем уморазвитые. То есть, когда мы только произносим, но при этом не имея никакого намерения. Это первая группа людей. вторая, тут он говорит уже и с намерением, но намерение, которое он вкладывает, это намерение, доверие к всем поколениям, то есть, к той традиции, которую он получил. Что он понимает, что он знает? Он знает о том, что мне папа сказал, и так принято, наши мудрецы говорят, что творец он един. Один, един. Я произношу это именно с таким намерением. Теперь смотрите, как он к этому относится. Это знаменитое место, его цитируют довольно часто. Он говорит, на что это подобно? Он говорит, это подобно, на первый взгляд, это вроде бы уже есть намерение сердца, которое вроде должно совпадать с намерением выражения нашего. Но он говорит, на что это подобно? На слепца, который должен дойти до какого-то места. Как слепцы раньше передвигались? В наше время этого нету. Есть какие-то поводыры, есть собаки, есть там люди помогают. А были времена, слепой человек, это было что-то, был потерянный. Как они передвигались? Они всегда передвигались группами. Один слепой ставил руку на плечо предыдущего, которое перед ним шел и так дальше. И все они шли, целая группа, целая группа слепых, всегда шли с одного места до другого. И во главе группы был один пиквях, один зрячий. Один зрячий. Берин говорит, на что подобно человеку, который идет вот так, таким образом, ни о чем не думает, только об традиции, он подобен человеку, который как слепой, он идет за поколениями слепых, которые идут за одним зрячим, который всех их ведет. Он говорит, нехорошо, нехорошо. Почему? А вдруг зрячий он свернет не в ту сторону, а вдруг он их ставит, а вдруг что-то с ним случится, получится, что все слепые, они окажутся в полной растерянности, и каждый пойдет в свою разную сторону. То есть, придите внимание, он не против этого, он просто предупреждает и говорит. Еврейский народ должен построить таким образом, чтобы его существование принципиально не должно прекращаться. Если мы построим все наше существование исключительно на доверии к традиции, и иди, зная, тот, который стоит во главе всего этого, предположим, он по каким-то причинам поведет вправо-влево, так получается, что мы все пойдем вправо-влево и не останемся по той дороге, которая ведет прямо к Творцу. Почему? Потому что мы сами не стоим на ногах, а мы идем только слепо за ним. В отличие от этого, что он предлагает, он говорит, нет, 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 каждый из нас должен быть зрячим, каждый из нас должен понимать. Поэтому он переходит к третьей группе. В третьей группе кто находится, это те, которые, да, маяхадим, они соединяют намерения с выражением этого и умеют даже это понять, углубиться в это, но они это не сделали, что называется, до конца. были, были, они не вошли во всю тему, о которой мы сейчас будем говорить, этого глубины доказательства и более того, понимания, что значит слово эхад, что значит слово эхад, что значит слово один. Есть понятие один, есть понятие абсолютности, есть понятие относительности, они просто не обдумывали эту тему до конца, поэтому тех, которые не дошли, начали это, но не дошли до всего, до всей глубины, он уподобляет людям, которые вышли из одного места, хотят дойти до другого места, они знают, куда идти, но не знают, по какой точно дороге они должны пройти. Поэтому они блуждают и не находят себя, и все время у них трудности в дороге, и в конечном итоге могут до этого места не дойти. В отличие от этого, четвертое, это те, которые во всем разобрались, и которые поняли, и так далее, тот путь, который нам сейчас предлагают, это те, которые зрячие, и они действительно могут после всего этого изучения, углубления во всего этого, они могут произносить эту прокламацию единства Творца, прокламацию монотеизма с истинным намерением, которое изначально положено в Творе. Теперь мы снова, теперь переходим к третьей главе, вы видите, это содержание каждой из глав, мы еще просто не начали, это все еще идет вступление, такие понятные относительно вступления, и в третьей главе он говорит о том, что снова возвращается к этой теме, что у нас есть обязанность исследовать это, мы должны понять точно, что имеется в виду за темой существования Творца, за единством Творца, и все, что будет с этим связано, и мы учим этого из того же, он это учит из того же предложения, «Ваядата, айом и шивот, али ва веха, и познай сегодня, верни в сердце свое», он объясняет, познай, это знание, а что значит верни в сердце свое, именно он говорит, что это есть хакира, это есть июн асехель, то есть, чем больше будешь исследовать эту тему, тем больше она станет частью твоего сердца, то есть, если знает человек, эхад, знает, я знаю это как знание общее, но если я начну исследовать, это станет частью меня, и в четвертой главе он говорит снова о том методика, как он сейчас собирается нам это доказывать, и говорит, смотрите, если у нас есть то, что не находится, то мы не знаем, есть оно или нет, что мы должны сделать, мы должны проделать исследование, которое доказывает, что оно есть, а после того, как оно есть, вся то, что называется исследование философское, типичное, проверить, расспросить вопросы, почему, для чего, как, сколько, и так далее, тоже не наша тема, он тут ее развивает, и впоследствии, в принципе, то, что он собирается сделать, только он говорит, что это по отношению к тому, что ограничено в этом мире, по отношению к Творцу, основной вопрос, который мы можем разобрать, только связан с его существованием, и его основными сущностями, как то единство, и определение этого единства, и это то, что будет являться темой нашего занятия, теперь, очень важно подвести тут очень-очень-очень важный итог, очень важный итог тому, что мы говорили на данный момент, а итог он о том, что действительно разум и исследование, оно нам помогает только в вопросе существования Творца, это то, что мы сейчас говорим, это крайне-крайне важно понять, то есть, есть много вопросов, которые пытаются головой исследовать, провидение Творца, что происходит, вопрос добра и зла, это много-много вопросов, которые человек хочет понять своим умом, но тут, по-видимому, надо сделать очень ясное, понятное разделение, надо решить, есть Творец, нет Творца, если есть Творец, это единственное, что разум нам поможет выяснить, как только выяснили, что есть Творец, все остальное, это не человеческий разум, все построено по плану Творца, а не по нашему пониманию, посчитали, что нет Творца, ну, занимайтесь пониманием всего мира, с точки зрения философов, так оно и есть, для них, хотя бы, они могут и говорить, что есть Творец, но они, все равно, есть Творец, а я понимаю мир, как я понимаю, нет, у нас это не так, если уже мы поняли, что есть Творец, отсюда и дальше, значит, пусть он нам объяснит, что есть в мире, только так я могу понять пути его проведения, что такое добро, что такое зло, это одна из основных ошибок, которые есть в понимании этого мира, и это разделение, оно крайне-крайне важно, и так мы с вами, с Божьей помощью, переходим к доказательствам, к доказательствам. Пятая глава. Он начинает все с трех, агдомот, с трех видений, или, более точным языком, с трех посылок логических, так, из них, последствия он хочет, из каждой из них будет определенное следствие, а из трех этих следствий будет сделан один вывод, тот, который, к чему он ведет. Первое, значит, три видения, три посылки. Первая, она такая, ничего не производит само себя. Сейчас мы все разберем, секундочку, сначала перечислим хотя бы, чтобы поняли. Это первое. Второе, все начало, есть у них конечное число. Так как есть ихнее конечное количество, то есть у них первое, у которого нет первого перед ним. Третье, я вам просто практически перевожу, что тут написано. третья посылка, которая есть, кола мехубар мехудаш. Все, что составлено, оно мехудаш, оно сотворено, оно, есть в нем новизна, обновлено. Оно обновлено. три видения, которые есть, надеюсь, что ничего не понятно, это все очень хорошо. Теперь он говорит, и знаете, как только мы докажем это, эти три видения, то из этого будет следовать то, что мы хотим доказать, что есть у мира творец. Это основной вывод, который мы будем сделать. прежде чем мы его перейдем к доказательствам, давайте просто сделаем маленькое видение, чтобы было понятно, каким образом он вообще пришел к этим видениям. Каким видениям. А ну давайте вместе думаем, это очень просто. Всегда вначале все кажется недостижимым. На самом деле все можно понять. начало всему он говорит, что первая посылка о том, что мы видим, что ничего себя не произвело. Вы уже чувствуете, в чем речь идет? Если ничего себя не произвело, то давайте посмотрим на весь мир, то по-видимому весь мир сам себя не произвел. Значит, есть то, что его произвело. Мы его называем Бог. Вы хотите назовите его, я знаю, это сказать, что-то другое. Мы называем его Бог. То есть, есть причина, которая породила этот мир, которая не часть этого мира, она извне него. Понятно? Это первое. Теперь, на первый взгляд, нам достаточно только этого. На первый взгляд. Но если еще чуть-чуть подумаем, а люди думали и практически нет ни одного философа еще из самых древних веревен, который на эту тему бы не рассуждал, то это не так просто, потому что причина причин, но кто вам сказал, что она первая причина? Может, у этой причины есть другая причина? И дальше причина, еще причина. То есть, у каждой причины есть своя причина. Согласны? То есть, мы видим причину, она, наса по себе может являться следствием другой причины, которая породила ее и так вся цепочка, где она останавливается. Есть которые говорят, а кто вам сказал, что она должна остановиться? Может быть, нет вообще первопричины. причина есть, но она не первопричина. Значит, кроме первой посылки, должна быть еще одна посылка, из которой мы что должны вывести, что должна быть обязательно первопричина, перед которой нет никакой другой, то есть, которую ничего не породили. Точка отсчета. Точка отсчета. То есть, то, с чего все начинается, иначе все остальное не понятно. Значит, это надо тоже как в посылке доказать. Но это еще не все. Есть, которые на это посмотрят и скажут. А кто вам сказал, что вообще должна быть причина? Может быть, нет причин? Может быть, верно? у этого галстука есть причина, я знаю, сказать, а вот у мира нет причины. Нет причин. Как это состояние называется? Как это вообще возможно? Есть древнее мнение о том, что называется Улам Кадмон. Мир, он вечный. Ну, у вечного мира нет причин, поэтому он и вечный. Значит, что надо для того, чтобы доказать, что есть Творец, надо еще дополнительно показать, что не может быть, что мир вечный. Вот вам сколько и три посылки, из которых можно будет впоследствии вывести о том, что из первой, что у мира есть причина, из второй, что эта причина является первой причиной, и третья, что мир не может быть вечный. А если он не вечный, значит, у него было начало. Что за начало? Вот то, о котором мы говорили в посылке первой, посылке второй. Это есть то самое первое начало. Вот простая схема, которая особенно не... До этого было относительно легко, особенно, когда это уже понимают и разбираются. Теперь давайте обратимся к самим доказательствам. А тут уж как получится, так получится. первое доказательство, оно очень-очень простое. Говорит он так. Говорит так. Значит, первая посылка, ее надо доказать, какая? О том, что он говорит, что ничего не может произвести самого себя. Хорошо. Если мы видим нечто, откуда она появилась, есть две возможности. Или, чисто теоретически, или была причина, которая ее породила, или она произвела саму себя. Есть третья. Это то, что по крайней написано. Есть только или какая-то причина ее породила, или она породила саму себя. Если породила ее какая-то причина, ну, это мы уже говорили, это мы знаем, это не нужно, это как раз тема, куда мы, это то, что мы должны доказать. Давайте посмотрим на то, что противоречит нам, что нам противоречит. Люди к человеку сказать, оно произвело самого себя. Хорошо, давайте спросим, он говорит, такой вопрос, как оно произвело самого себя, когда, сколько возможностей есть, две, или до того, или после того. Я просто говорю, просто, оно произвело себя, когда оно произвело самого себя, до того или после. Простой анализ говорит, до того не могло быть, почему, потому что ее не было, значит, оно не могло произвести, ее же не было, теперь, после того, оно ничего не произвело, потому что оно уже было. Значит, из двух возможностей, которые есть, ни одна из них, она не дает никакого верного ответа, отсюда он делает простой вывод, а, если это так, значит, у меня остался какой-то вариант, только первый, какой, о том, что ничто не может породить самого себя. А секундочку, мы еще до этого не дошли. Пока только что мы выяснили, что нет ничего, что может породить самого себя. Теперь, я надеюсь, сама эта тема вам ясна и понятна. Кто-то из нас породил самого себя? Нет. Мама с папой. Все вещи, которые тут есть, они появились сами, они породились. Нет, мы видим что-то в мире, что породилось ему в себя. Мы не видим, что породилось самого себя. Всегда есть некая причина внешняя к этому, которая его порождает. Другими словами, что мы хотим сказать? Что если мы будем рассматривать этот мир в целости, по отдельности мы ясно понимаем и видим, что у всего есть причина извне его. По той же логике мы утверждаем, что и весь мир имеет причину вне себя. Точно так же, как никогда не найти конструктора этого микрофона в микрофоне, так же и не найти конструктора этого мира, в этом мире, что вы его там ищите. Он-то тут не должен находиться принципиально, он должен находиться вне своей конструкции. Верно? Это то, что он утверждает. Это первая посылка. Теперь, вторая посылка. Непросто. Он говорит так. Маше ешло тихла, ешло тхила. Сейчас просто мне нужно самому себе иметь текст перед собой. Я очень извиняюсь, я буду читать чуть на иврите и переводить вместе с вами. То, что есть тихла, это конец. Конечная... это еще не конечная цель. Это тахлит. А тихла это сов кец. Это завершение. То есть, то, что... Что имеет конец, имеет начало. Точно. Коль маше ешло тихла. Все, что имеет конец, есть у него начало. То есть, оно должно иметь какую-то причину. То, что имеет конец, имеет причину. Продолжая. Почему? Потому что мы знаем, что... Коль маше энлу тхилла, энлу тихла. Маше энлу тхилла. То есть, то, что нету... Сейчас он откуда выводит из обратного понимания. То, что нету начала... Если нет, не было начала. Не было начала. Это не было конца. А как он к этому приходит? Потому что невозможно постичь то человеку, у которого нету границы. А вот это начало, оно и определяет последствия эти границы, восприятие того, что будет в конце. И если нет этого начала, откуда все это выходит, откуда начинается весь этот процесс, то и невозможно понять, что есть вообще в конце, куда это идет. Ма-та-хлит. То есть, какой, конечно, цель это идет. Соберем в конце все. Держите то, что можно держать в голове. Держите. Умаша немца луахарит. То есть, то, что находится в конце. Ни-да-ки-а-я-лу решон. Поэтому все, что если имеет оно в окончании, оно имеет и начало. Эн-решон лифанав. Ветхила, же эн-ротхила. Теперь, но какое? Теперь сейчас, к чему он ведет? Он хочет показать нам, что если мы видим, что есть вещь, есть нечто, что у нее есть тахлит, у нее есть конечная цель, то у нее обязательно должно быть начало. Какое начало? Такое начало, у которого нет до него, его начало. то есть, нет ничего перед ним в этой цепочке. Оно будет каким? Началом всех начал. Это то, что хочет нам доказать. И теперь, если мы смотримся на конечную цель всех начал, которые есть в этом мире, поэтому мы таким образом обнаружим, что у них было что? Было начало. Какое начало? перед которым не было ничего до него. То есть, оно причина, и не просто причина, а первая причина. Почему? Потому что нету начал без того, чтобы не было в конечном итоге, как мы сказали, завершения этому началу. Иначе для чего оно началось? Если оно началось и имело начало, чему? Оно должно было идти для чего-то? То есть, если мы видим, что в конечном итоге есть начало, которое ведет конечной цели, то у этой конечной цели было начало, но какое начало? Из нее все вышло, поэтому перед ней ничего не должно быть. Это для того, чтобы начать это доказательство, с этого он начинает. Продолжает он дальше говорить. Мина я дуа, коль маше, сейчас он идет, сейчас эту тему он усиляет, что поймем, поймем. Коль маше ешло хелек ешло коль. Я надеюсь, вы это запомните, сейчас продолжим. Ну, коль, коль, каждый понимает, я надеюсь, еще чуть-чуть мы знаем. Коль маше, все, что есть у него часть, в части есть все, это дословный перевод, но это не смысл. В чем смысл? Если мы обнаруживаем нечто, и это является частью, то эта часть, она, часть общего свидетельствует о том, что должна быть некая кляль, да, если есть прад, есть кляль, то есть, есть какая-то часть, значит, она целиствует, что есть общий. Какой мой? Ки эйна коль, ки им клял хелакав. То есть, часть может быть только частью какой-то единого общего чего-то. велой тахэн, льет хелак, льмаше, эн льо тахлит. Велой тахэн не может быть, возможно, быть частью, это вроде, что нет. льва тахэн не может, чтобы была часть, и у нее не было бы какой-то конечной цели. Это ясно, почему. Потому что, так как она является частью единого целого, да, или целого, то в рамках этого единого целого она имеет свою роль, почему она же является ее частью. Ее функция как части в функционировании целого, это и есть ее обязательная конечная цель. получается, что если мы наблюдаем вещь, которая есть частью, она обязательно имеет, тахлит обязательно имеет свою конечную цель. Дальше он это еще доказывает, просто, может быть, маленький кусок, тут он, входит в пиль-пуль, входит в такое обсуждение этого, разделяя, предполагая обратное, предположим, что у него нету, доказательство от обратного, предположим, что у него нету тахлита у части, и он доказывает о том, что это не может быть. Если мы предположим, что у части нету никакого конечной цели, то мы придем к противоречию. В конечном итоге поэтому на основе этого приходит к выводу о том, что все, что он часть, обязательно должен иметь конечную цель. Он дальше идет, пытается представить это более конкретно, как это осуществляется, скажем, в человеческой истории, выбирает одну ее часть. «Ве ехелек мико лише улам в гумаги а тахлит в имке накол у маги а тахлит миспарам». То есть, он говорит, смотрите, вот возьмем любой промежуток. Есть люди от Ноха до Авраама. Мы видим, что у каждого из них был смысл своего существования. Так у них, как у части был смысл существования, то, по-видимому, сейчас он делает следующий шаг в рассуждение, то должно быть и у каждого, и у всех людей, которые были в этом мире, существования, в конечную цель. Продолжает и говорит, так как в конечном итоге мы знаем, что и весь мир в целом, то есть, он сейчас переходит уже к цельной картине, он имеет свою конечную цель, а если это так, значит, и начало, оно точно так же, оно должно прийти к конечной цифре, то есть, к началу, к одному единству. И тем самым следует из этого обязательно, что отсюда однозначный вывод о том, что обязано в этом мире быть начало, какое, одно, которое должно обязательно быть первым, перед которым ничего не может быть, то есть, он должен быть первым, по сути. Поэтому, наш мир, какой, если он первый, то, это, вы царих левур лаге латхилатам, вы царих бавур какое второе доказательство? Если все по отдельности приходит к конечной цели, значит, и все в целом также должно прийти в конечную цель. А если всему в целом есть конечная цель, значит, она должна исходить из единого, то есть, если одна единая конечная цель, значит она должна исходить из одного единого начала. Из одного единого начала. А если это одного единого начала, значит ничего не может быть до него. Иначе это не начало. Таким образом он доказывает о том, что у этой причины должна быть первая. И до нее ничего не может быть. Как вы сказали, все должно с чего-то начинаться. Стартер. С чего все началось. То есть мы можем привязать веревку к веревке, веревку к веревке, к веревке к веревке, но с чего-то за что-то должна, но за какой-то сук они должны держаться. Это вторая акдама. Это второе ведение. Третье, скажем очень, так сказать, тоже коротко. Колом и хубар муркав. То есть, давайте по порядку. Мы сказали, кола мхубар мхудаш. Это то, что он хочет доказать. Все, что оно составленное. Мхубар составленное. Что создано. Нет, составленное. Составленное. То есть составленное обновляется. Мхубар обновляется. Оно обновляется. Это то, к чему мы идем. Как он доказывает? Он говорит очень просто. Сейчас слушайте внимательно, это за одну минуту можно выучить. Он говорит так. Давайте несколько посылок начальных, которые ясно и понятно, никто не оспаривает. Все, что оно составленное, без сомнения, больше, чем из одного. То есть мы видим, то есть тут есть, видите, микрофон. Явно, из чего он составлен больше, чем микрофон. То есть количество оно больше, чем из одной части. Теперь это одно говорит. Теперь, то, из чего составлен этот микрофон, оно раньше должно существовать, чем сам микрофон. составные части, они всегда раньше идут, чем та конечная цель. То, что собрано. ФМЛ, ФМЛ. И еще что? Тот, кто собрал его, по-видимому, тоже должен быть раньше, чем эта конечная цель. То есть, если мы смотрим, вот видите, ведь микрофон, по-видимому, он составлен из частей, его части должны быть раньше микрофона, и тот, кто его составил, тоже должен быть раньше микрофона. Запомнили? Теперь смотрите, это как бы видение. Теперь он обращается, говорит, ну, хорошо. Что говорят в народе? В народе говорят о том, что Аристотель еще сказал, мир, он вечный. Олам кадмон. Говорит, давайте предположим, доказать против, давайте предположим. Что это значит, что мир вечный? А кадмон, гуше энло ила. А вечно это тот, у которого нет причины. У маши энло ила, энло тхила, а у того, что нет причины, естественно, нет начала. У маши энло тхила, у того, что нет начала, энло тихла, нет у него конца. Это определение вечного. Значит, у него, снова повторим, что значит вечное? Нет причины, нет начала, нет конца. Теперь посмотрим это наоборот. У маши ешло теперь, что из этого следует? Давайте будем наблюдать нечто и посмотрим, есть у него один из этих составляющих вечности, да или нет. Если есть, значит это не вечно. Он говорит, смотрите, если мы обнаружим нечто и видим, что у него есть начало, значит он не вечный. А все, что не кодмон, не вечный, он обязательно махудаш. Обновленный. Что-то там с нуля. Созданный. 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 Получается. А так как мы, помните, введение, которое делали. Все мы видим, все у нас махудар. Вокруг нас, весь мир какой, он состоит из разных частей. И мы сказали, что у него всегда, если он из разных частей состоит, значит были кто-то до него, которые все это то ли собрали, а и составляющего всегда были до него. Значит, были что-то до него. Значит, не может такого быть, чтобы то, что является собранным, оно могло быть вечным. Потому что это нарушает определение вечного. Поэтому и в любом случае мы видим, что все, что мы видим, что он махубар, все, что он имеет составляющие, оно обязательно должно быть обновлено, создан заново. Итак, три, я не знаю, как получилось, что понятно, то понятно. Итак, три введения, которые были, которые делает нам Рабейн Абхай, на основе этих трех введений делается вывод о том, что первое, у мира есть нашего причина. И второй посылки. Эта причина является первой причиной, причиной всех причин. И третья, попытка это опровергнуть путем того, что мир, он может являться вечным. То есть, без причины, он доказывается о том, что это не может быть из самого нашего наблюдения этого мира, который он, муркав, он состоит из составляющих. Итак, отвергая вечность, остается только одна возможность, что у мира есть причина, и эта причина, она является первой причиной. И первая причина у нас и называется Творец Бога. Что и требовалось доказать. По крайней мере, я не знаю, что было понято, но, по крайней мере, это направление, в которое мысль наших мудрецов, и она развивалась вот в этом направлении. И, Петр Аташем, поговорим об этом в следующий раз более подробно. Всего доброго. Проха вацлах.